С самого утра Симферополь затаил дыхание. На площади Ленина монтируют сцену. Город в ожидании грандиозного праздника. Крымчане отмечают день рождения колбасы. В Скворцово известный в Крыму колбасный бренд. 15-летию фирменный автобус проехал весь Крым. Устраивали викторины и собирали поздравления. Колбаска очень-очень вкусная. Еще больше видов колбас, сосисок, сантеля. С днем рождения! Дети – любимая рекламная тема бренда. В честь дня рождения производителя школьники готовили видеоролики о том, как они любят колбасу. И вишенка на этом праздничном торте. Грандиозный концерт в центре Симферополя. И нравится, все нравится! Даже поздравления от Владимира Путина транслировали. Прежде всего хочу поблагодарить всех тех. Правда, это оказалось обращение российского гаранта ко дню работников сельского хозяйства, который отмечали в России накануне. Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна – порядка 130 миллионов тонн. Готовы зажигать? Зажечь публику сначала пыталась группа, которая исполняет песни украинских звезд. Потом на сцене появляется сексуальное оружие российского шоу-биза. И вот на сцену десантируется тяжелая эстрадная артиллерия. Хедлайнер праздника колбасы – один из самых известных и самых дорогих российских артистов – Стас Михайлов. Секс-символу удается сорвать овации. Он активно общается со зрителями. Этот человек работает с известными мировыми брендами. По его мнению, за такую юбилейную кампанию Скворцова должны заплатить около трех миллионов долларов. Концерт в этой смете – минимум на миллион. А вот в эффективности мероприятия сомневается. Обычно такие концерты, они больше соответствуют, наверное, какому-то эго владельцев, для кого персональная дата 15 лет в компании имеет намного большее значение, чем для потребителя. То заказчики – владелец колбасного бренда Виталий Полищук. Громко праздновать любит. Вот так Скворцова отгуляла свои 10 лет. Крымчанин Виталий Полищук часто был, если не во власти, то около нее, говорит крымский аналитик. В начале 2000-х был депутатом поселкового совета. Затем был избран Цимферопольский райсовет. Полищук ходил во все возможные общественные советы. Он занимался реализацией стратегии социально-экономического развития со стороны бизнеса. Я имею в виду стратегии развития украинского полуострова. В принципе, он был довольно-таки активным бизнесменом, который был вовлечен во все инициативы, связанные с работой государственных органов и бизнеса. После аннексии успел поработать в подконтрольной Кремлю власти полуострова. Был министром сельского хозяйства. Вот вместе с Сергеем Аксеновым сажают виноград в форме карты России. Это очень хороший сигнал всему бизнесу о том, что сегодня можно приходить в Крым, инвестировать. На посту министра сельского хозяйства в подконтрольном Кремлю правительстве не брезговал и нечестной конкуренцией, говорит крымский политик. Мол, управляя сферой, в которой имеет свой интерес, повлиял на неблагополучие конкурентов. Когда он был министром, как раз началась эпопея закрытия мясокомбината в Симферополе и уничтожения молокозавода и его уничтожения. Поэтому это при нем все начиналось. Потом уже завершали другие. Виталий Полищук – владелец целого холдинга. В него входят шесть сельскохозяйственных предприятий. Свиноферма, зерновые поля, фруктовые сады, автокомпания и собственная сеть магазинов. Колбасной фермой руководит сын Игорь Полищук. В 2014-м лично готовил референдум в своем округе. Ныне депутат от «Единой России». Работает в Крымском парламенте. В Крымскую весну, как секретарь постсовета, работал над подготовкой и проведением общекрымского референдума. Был ответственным за формирование дружин в поселке Гвардейское. Сколько же влиятельные в Крыму полищуки заплатили за такой праздник для народа? Звоним в Московское концертное агентство, которое продает выступления Михайлова. По легенде, я помощница влиятельного бизнесмена из Крыма. И скоро у нас корпоратив. Скажите, сколько бы это могло стоить? На корпоратив это будет 140 тысяч евро. Гонорар. Отдельно оплачивается бытовой и технический райдер. А вы же знаете, там плюс-минус сколько получается бытовой и технический? Примерно. Примерно на это, наверное, еще уйдет. От 10 до 15 тысяч евро. Все зависит от площадки. Все, я вас поняла. Это 155 тысяч евро. Стас Михайлов выступает 45 минут. Правильно. Владимир Бебешко считает, что российские артисты готовы отказаться от украинского слушателя ради высоких крымских гонораров. Стас Михайлов заявил, что не поедет петь в Украину еще в 2014 году. По данным российского Форбс, за 9 месяцев он уже успел заработать более 3 миллионов долларов. Лариса Долина, Наутилус Помпилиус, Александр Серов и Евгений Гришковец следующими поедут заработать свои деньги в аннексированном Крыму. Анастасия Бабкова, Александр Хоменко и Назар Сытник для Крымреалии.